Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Погибли из-за неисправного газового котла. В деревне Чуприянова Петушинского района из-за отравлений угарным газом скончалось 4 человека. Трагедия случилась в конце ноября. 29 числа в частный дом приехал 73-летний москвич, чтобы включить на зимний период газовый котел. Но через некоторое время пенсионер перестал выходить на связь. Родные соседи по даче забеспокоились, вызвали участкового. После скрытия дома тело пенсионера обнаружили без признаков насильственной смерти. Около часа ночи 30 ноября из Москвы в дом приехали родные пенсионера, две дочери и зять. После дороги решили отдохнуть, но утром также перестали выходить на связь. Прибывшие на место следы обнаружили всех троих без признаков жизни. Эксперты отметили, что в помещении тяжело было дышать, а позже зафиксировали высокую концентрацию паров газа в воздухе. По версии следствия, причиной утечки мог стать несанкционированный ремонт газового котла. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» двум и более лицам. «Скорее всего, или ремонтировался, или менялись какие-то детали, а может быть полностью газовый котел в апреле 2018 года. То есть официальные службы, которые при установке котла все зарегистрировали, проверили качество. Это то, что называется официальная установка, официальная регистрация. И официальные можно вызывать и в случае необходимости специалисты примут и будут нести ответственность. В данном случае пока предполагаем, что при определенных поломках или неисправности в системе, хозяева, скорее всего, пригласили человека со стороны. Это называется несанкционированное вмешательство в систему газоснабжения дома. ДТП со смертельным исходом. Накануне, в начале 10-го вечера на 34-м километре автодороги М7 «Волга» в Суздальском районе у поворота на село Борисовское произошла авария. Там столкнулись две легковушки. Как сообщает госавтоинспекция, житель Рязанской области, 95-го года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с машиной Киа Рея под управлением жителя Ивановской области, 65-го года рождения. Смертельные ранения получил пассажир автомашины ВАЗ. Он находился внутри салона, 1975-го года рождения. Кроме этого, медицинская помощь понадобилась двум пассажирам с автомашиной Киа. Это девушки 90-95-го годов рождения. Кроме этого, медицинская помощь была оказана и граждане были госпитализированы. Это водитель автомашины ВАЗ-2112, а также еще один пассажир 1994-го года рождения. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Вероятно, по ее результатам, в связи с гибелью человека будет возбуждено уголовное дело. По нашей информации, среди пострадавших в этой аварии две студентки МГИМО, гражданка Италии и гражданка США. Девушки были доставлены в больницу скорой помощи Владимира. Всего на дорогах области в выходные произошло 11 ДТП. В них один человек погиб и 18 получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям. В зимний период нужно быть особенно внимательными на дорогах и учитывать погодные условия. Может получить две трети от максимального наказания. В Ленинском райсуде идет процесс над Станиславом Фроловым. Индивидуальный предприниматель задумал разбогатеть на сливочном масле низкого качества, который выдавал за хорошее. И поставлял в социальные учреждения Владимирской области. Успело ли оно попасть людям в кашу и что теперь будет с самим предпринимателем, знает Александринин. Подсудимый ведет себя скромно, по нему не скажешь, что он мечтал разбогатеть, подсовывая в соцучреждение поддельное сливочное масло. Теперь Станиславу Фролову грозит лишение свободы, а его счета и имущество арестованы. В частности, поименован каждый счет, на котором аккумулировались безналичные денежные средства. Каждая из организаций различные здесь суммы фигурирует. От в среднем 70 тысяч и более до полумиллиона в среднем счета, которые аккумулированы на этих счетах. Фальшивое масло от Фролова никто не ел. Как только оно попадало на кухню соцучреждения, повара, диет, сестры опытным глазом замечали подделку. И фирма-поставщик попадала в реестр недобросовестных. Фролов не отчаивался, регистрировал другую фирму. Неужели не стыдно подсовывать фальшивое сливочное масло? И кому? Детям, старикам, больным людям? Сегодня ответ на этот вопрос общество не получило. Мне запрещено общаться с прессой постановлением о мере пресечения. Адвокат сегодня тоже отказался от общения с прессой, мотивируя это волей его клиента. Вы на условное для своего клиента? Не могу сказать. Ну, потому что, как бы, всем переговорим, запретил общаться со средствами массовой информации. Поэтому вопрос. А воля клиента для меня закон. Индивидуальный предприниматель Фролов по госконтрактам поставлял в образовательные и медицинские учреждения сливочное масло, не соответствующее требованиям ГОСТа. По сути, спрет. Или, как характеризует его следственный комитет, продукт недоброкачественный и нерекомендованный к употреблению. Фролов зарегистрировал около десятка ИП на своих друзей и родственников, но руководил ими сам. Нанимал на работу персонал. Чтобы подчиненные ничего не заподозрили, на коробке со спредом наклеивал другие этикетки. Они гласили, что внутри коробок хорошее сливочное масло. Подделки уходили в 25 социальных учреждений области. В том числе в психоневрологический интернат на Чапаево, в горбольницу номер 2, в Муромский роддом и Муромский детский дом, областной онкодиспансер, областной психоневрологический интернат, кадетский корпус в Радужном. Таким образом, за 2016 и 2017 годы мошенник обогатился на сумму, превышающую 6 миллионов рублей. В период с 15 января 2016 года по 28 декабря 2017 года под предлогом поставок масла сливочного по заключенным договорам, контрактам поставки указанного товара путем обмана ответственных должностных лиц, вышеназванных организаций похищены бюджетные денежные средства в общей сумме 6 миллионов 92 тысячи 247 рублей 66 копеек, в особо крупном размере, которыми последний распорядился по своему усмотрению, либо получил реальную возможность пользоваться ими. Станиславу Фролову грозило до 10 лет лишения свободы, но получить он может только две трети от этого срока, потому что признал вину и раскаялся в содеянном. Суд рассматривает его дело в особом порядке, то есть подсудимый не допрашивается, поскольку согласен с обвинением. Ущерб, причиненный государству, он возместил полностью. Похищенные деньги возвращены на счета социальных учреждений. Смягчающим обстоятельством является и то, что у самого Фролова двое детей. И благодарность, представленная суду от детского сада, которому предприниматель оказал спонсорскую помощь. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал. Фонтан из кипятка на улице Благонрава. В соцсетях появилась фотография гейзера, который неожиданно появился во дворе жилого дома. По словам очевидцев, столб воды достигал уровня пятого этажа. Произошло это в воскресенье днем. В итоге весь двор заволокло паром. Жители жаловались, что коммунальные службы не спешили на место аварии. Вечером того же дня вода все еще текла по придомовой территории. В морозы людей без отопления не оставили, но горячее водоснабжение отсутствовало. Машина стояла все выходные дни, раскопали, ничего не делали. Я не знаю, сейчас они что-то заделали или нет. Судя по тому, как там трубы сварены, но видите, как в каком состоянии. И пока не информировали, просто идут ремонтные работы. Никаких объявлений не повесили на доску, ничего. Гейзер во дворе жилого дома появился в результате коммунальной аварии. В итоге тепловики были вынуждены перевести дом на резервную схему водоснабжения. При этом в компании Т-Плюс уверяют, авария и неудобства для жителей не вызвала. Горячая вода была отключена на 45 минут, пока выполнялись экстренные работы по переключению на резервную схему. К устранению всех последствий прорыва разводящих сетей коммунальщики приступили в понедельник. Как во дворе жилого дома мог появиться фонтан из кипятка, тепловики пока не распространяются. Отметим, что теплоснабжение дома номер 5 по улице Благонравова не прекращалось. Производилось кратковременное отключение горячего водоснабжения. В течение 45 минут данный дом был запитан по ГВС, по резервной схеме. Причины повреждения будут определены специальной комиссией после анализа демонтированного участка трубопровода. Несмотря на свой недуг, они поют, рисуют и активно участвуют в жизни региона. 3 декабря – Международный день инвалидов. Сегодня в Белом доме торжественно наградили представителей общественных организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Благодарственные письма от администрации области, законодательного собрания и специальные призы за активную жизненную позицию, оптимизм получили общественники из разных районов Владимирской области. Как особенно люди поддерживают друг друга и на какую помощь властей могут рассчитывать, расскажет Оксана Любимова. В зале Белого дома представители общественных организаций инвалидов из всех районов области. Каждый день они стараются сделать жизнь людей с ограниченными возможностями легче и интересней. Алексей Куражнов получил специальный приз за социальную и творческую активность. Мужчина руководит общественной организацией молодых инвалидов «Оптимист» в Кольчугина. Общество работает с молодыми людьми с болезнями нервной системы. Устраивает особенным людям поездки в музеи, мастер-классы и спортивные соревнования. Знаете, как светятся глаза, вот он бежит еле-еле, ну клюшку не может держать, но как будто с Олимпиады приехал. Вот у него такой настрой у взрослого ребенка. Прямо вот за год сразу видно, человек другой. Он замкнутый приходит к нам, вот потом он уже раскрепощается, учится иконы рисовать, и рисовать, и декупаж там, вот и рисунки, поделки всякие. Вместе с Алексеем награды от администрации области и законодательного собрания получили руководители творческих коллективов для людей с ограниченными возможностями, педагоги и те, кто несмотря ни на что помогает другим в трудоустройстве, лекарственном обеспечении и не дает остаться один на один со своими проблемами. Здесь, в этом зале, очень много людей, которые именно так работают, которые, несмотря на свои порой достаточно тяжелые недуги, являются образцами силы духа, воли, победы. Ваша работа, ваше внимание и душевное тепло помогают сотням и тысячам наших земляков не оказаться изолированными от внешнего мира, почувствовать свою нужность, самореализоваться. Во Владимирской области живет больше 130 тысяч людей с ограниченными возможностями. Отмечая заслуги активистов, региональные власти в очередной раз подчеркнули, что формирование комфортной и доступной среды для особенных людей остается приоритетом. В области еще остаются проблемы с медицинской помощью инвалидам и их трудоустройством. И область будет работать над решением этих вопросов. Особое внимание будет уделено созданию необходимых условий в жилых домах, в частности, оборудованию их пандусами для маломобильных граждан. Необходимо продолжить обследование всех объектов, всех зданий и сооружений. За этот год обследовано 263 жилых помещения. Ну и с учетом этого дальше будет администрация области, поручение из губернатора обсчитать, сколько же все-таки потребуется средств для того, чтобы те здания и сооружения, то жилье, которое сегодня недоступно, придется переоборудовать. Кроме того, в ближайшее время депутаты законодательного собрания намерены рассмотреть вопрос бесплатного предоставления участков под жилищное строительство семьям с детьми-инвалидами. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Курс на обновление. Речь идет о правящей партии. В преддверии 18-го съезда, который станет главным событием года и пройдет в Москве 7 и 8 декабря, члены Единой России делятся своим видным ситуацией. Члены партии в том числе хотят разработать кодекс поведения для своих членов. Секретарь Генсовета партии провозгласил разворот в сторону регионов. В преддверии съезда руководитель регионального отделения, спикер законодательного собрания Владимир Киселев, а также депутат Государственной Думы Евгений Ревенко встретились с журналистами и анонсировали более плотную работу с региональными ячейками. По словам спикеров, общение между людьми и властью должно быть максимально открытым и эффективным. Для этого, в частности, в регионах создаются дискуссионные площадки. Мы будем говорить о том, как их сделать эффективнее и лучше для того, чтобы люди с мест, наши граждане, имели возможность доносить свои идеи до руководства правящей партии с тем, чтобы идеи, которые высказывают нам люди, наши избиратели, доходили до нас и доходили до реализации в качестве законопроектов и законов. Я предлагаю разработать систему специальных критериев по, например, реализации проектов. Вот какое первичное отделение партии лучше реализует тот или иной партийный проект. Например, та же самая комфортная городская среда, либо народный контроль проект, либо какой-то другой проект. Вот эти проекты, они, с одной стороны, все направлены на улучшение жизни наших граждан, а с другой стороны, мы сможем как-то поощрять наших лучших активистов, которые занимаются реализацией этих проектов. Далее, коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Автобус и троллейбус не поделили дорогу. Во Владимире в 13.40 у Золотых ворот столкнулись автобус 15 маршрута и троллейбус «пятерка». В ДТП никто не пострадал. Пробки в центре города удалось избежать. Затор на дороге быстро ликвидировали. Отключат электричество. Из-за неотложных ремонтных работ жителям Веризина и Сновиц придется посидеть без света. ВОЭК информирует, работы на электросетях будут вестить 6 и 9 декабря. Электроэнергию в эти дни отключат на 2 часа, с 4 до 6 часов утра. Без света останутся многоквартирные дома в жилых комплексах Веризина-2 и Сновицы, по улице Новгородская и частные дома по улицам Полянка, Славянская, Славянская-Нагорная, Славянский проезд, Аполевская, Фололеевская, Еланская, Еланский проезд, Горецкая и Аграрная. Владимир по итогам 2017 года стал лучшим среди городских округов. Победители среди муниципалитетов выявили по результатам докладов руководителей администрации районов за отчетный 2017 год и в соответствии с планами за три года. Теперь Владимир получит грант в размере 2 миллионов рублей из областного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин. Среди муниципальных районов региона на первом месте оказался Гороховецкий район, на втором – Судогодский, на третьем – Камешковский район. Анастасия Авдеева завоевала три медали на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России». Они проходили в Саранске с 28 ноября по 2 декабря. В соревнованиях приняло участие более 720 пловцов из 65 регионов России. В копилке у Ковровской пловчихи две золотые и одна бронзовая медаль. Анастасия стала первой на дистанциях 100 и 200 метров на спине, обойдя конкуренток из Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области. На дистанции 50 метров у Ковровчанки третье место. До серебряной медали Анастасии не хватило 0,08 секунды. Отдают долг памяти. Речь о Владимирских поисковиках. Сегодня они подвели итоги 30-го юбилейного сезона. В этом году Владимирские добровольцы приняли участие в 16 экспедициях. Раскупки велись на территории Смоленской, Тверской, Новгородской, Воронежской и Владимирской областей. Подробнее о результатах работы Владимирских добровольцев в репортаже Алексея Домнина. Эти люди возвращают павших из небытия. В зале десятки поисковиков, которые каждый год отправляются на места боевой славы наших предков. Сотни тысяч защитников отечества все еще лежат непогребенными, рассказывает Вячеслав Казаков. По словам руководителя Владимирского отделения поисковое движение России, среди целей активистов придать земле последнего неизвестного солдата. Год от года нам кажется, что этих солдат станет все меньше и меньше. Но, к сожалению, поисковый опыт говорит нам о том, что мы больше солдат находим год от года. Мы все стремимся к той экспедиции, где мы найдем одного солдата и скажем, что этот солдат будет последний. Сегодня в регионе насчитывается 18 поисковых отрядов. Всего около 200 человек. Григорий Казаков, учитель 39-й школы Владимира, один из тех, кто поднимает историю солдата из забвения. В этом году вместе с другими добровольцами ему удалось обнаружить останки и капсулу с запиской Иванова Ивана Ивановича. Он погиб в ходе ржевской битвы. В своем медальоне он оставил прощальное послание своей супруге. Он жене пишет, Нюре на вечную память. Вот этот момент, да, на вечную память, те моменты, когда понимаешь солдат, понимаешь, что погибнет, страшно становится. Он записку эту писал и понимал, что он не вернется. Останки 102 солдат, более 27 медальонов, котелки, кружки, бритвенные наборы и фрагменты обмундирования. Раскопки велись в нескольких областях – Смоленской, Тверской, Новгородской, Воронежской и Владимирской. Таков итог работы поисковиков в 2018 году. Наиболее отличившихся добровольцев в конце вечера памяти наградили медалями Министерства обороны России за отличие в поисковом движении. Я уже несколько лет в Отраде, а именно с 2016 года. Моя работа не могла быть незамеченной. Но я не читаю то, что нам должны получать награды. Для нас самая большая награда, когда мы возвращаем солдат на родину. В планах у владимирских поисковиков на следующий год раскопки в Смоленской, Тверской, Ленинградской областях. Останавливаться они не намерены, пока остаются забытые и безымянные могилы. Алексей Домнин, Артем Горчаков, 6 канал. Подвели итоги семейного фотоконкурса и обсудили вопросы развития города. Мэр Владимир Ольга Деева и глава администрации Андрей Шохин встретились с мамами талантливых детей областного центра. Они набиваются высоких результатов в учебе, спорте, искусстве, общественной деятельности. Подобный формат открытого диалога уже стал традиционным для владимирцев и руководства города. На встречу побывала Маргарита Махрова. Мам города выступлениями радуют одаренные дети. Как воспитать талантливого ребенка не понаслышке знает Ольга Куксенкова. Ее сын Николай знаменитый спортсмен, чемпион Европы и многократный чемпион страны по спортивной гимнастике. Ольга Дмитриевна и сама тренер. Признается, что всегда переживает, когда следит за выступлениями сына на соревнованиях. На встрече мамам рассказали о том, чем живет наш город и где их дети могут развивать свои таланты. Так, например, по статистике из 50 тысяч владимирцев от 5 до 18 лет 44 тысячи посещают кружки, секции, творческие студии и объединения. Во Владимире работает более 70 клубов по месту жительства. В этом году открылся Ледовый дворец. Кроме того, призами наградили победительниц городского фотоконкурса «Мамины счастливые мгновения». Его приурочили ко Дню матери. Поучаствовать могли все желающие. На конкурс прислали более 200 фотографий. В каждой работе маленькая история большого семейного счастья. В число лауреатов фотоконкурса вошла и Ольга Медведева. Ее дочь Виолетта – постоянная участница волонтерских экологических программ. Победительница конкурса «Вело-лето». Кстати, спортом увлекаются все члены их семьи. Детей с самого маленького возраста начали приучать к беговелам, к велосипедам. Это, конечно, совместные прогулки, совместное времяпрепровождение. Муж у меня вообще детей на велосипеде возит в садик. То есть сын сидит в кресле, а дочь уже сама ездит 3 километра до садика каждый день туда и обратно. И вообще мы ходим в походы с детьми. Правда, у нас сейчас третий ребенок появился, сейчас это будет сложно. Они воспитывают настоящих чемпионов, художников и музыкантов, талантливых ученых и общественников, прославляющих наш город и область. Встреча с мамами одаренных детей города для руководства Владимира уже стала традиционной. Одна из главных задач – отметить тех, кем гордится город, и обсудить важные вопросы развития Владимира. И в учебе, и в спорте, и в искусстве эти ребята стали лучшими. А, наверное, для каждой семьи это немаловажно. То есть поддержать своего ребенка именно в самом раннем возрасте. Для того, чтобы потом мы получили и великих спортсменов, и великих театралов, и великих танцоров, певцов. Мы всегда гордимся нашими детьми. Но сегодня действительно такой момент, когда мамы, они же все равно жители города Владимира. Им тоже и бытовые вопросы, и в школе, и в детских садах какие вопросы возникают. То есть любой вопрос, который их волнует, они могут задать и услышать ответ. Где во Владимире не хватает велодорожек? Как развиваются зоны отдыха? И можно ли сделать единый проездной билет для школьников на все виды транспорта? Все вопросы жительниц Владимира городские власти взяли на карандаш и дали ответы. Так, например, создание единых школьных проездных уже рассматривают в мэрии. Велодорожки вдоль Лыбецкой магистрали тоже стоят в плане. И будут оборудованы, как только появятся средства. Кроме того, власти города напомнили, что вскоре обновится парк Добросельский. И там будут предусмотрены всевозможные виды спортивных развлечений. Велодорожки в том числе. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, Шестой канал. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды и короткую рекламу. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин